Наталья Казинец продает цветы не первый год. Отмечает, что цены на рынки повышаются лишь дважды в году, в преддверии 8 марта и Дня Святого Валентина. Роза всегда дорожает на этот праздник. Этот праздник празднуется во всем мире. 25, вчера, сегодня 30. Полутора метровая, там 10 гривен разница. Была 40, стала 50. В палатке Юлии Скриповой стоимость сезонных цветов не изменилась. Тюльпаны продает по 10 гривен за штуку, хризантемы на 5 дороже. Дорожают цветы, которые присылают из-за границы. Поскольку вчера было получение, уже, соответственно, фирма закупку поднимает, поэтому у нас поднимаются немножко цветы. Ну, совсем немножко, не на очень много. Подорожали розы, больше всего, которые метр ножка у нее. Весенний цветочек встался в той же цене 10 гривен, что и было вчера и позавчера, и на прошлой неделе. К празднику продавцы советуют посещать цветочные рынки и специализированные магазины. Цены там могут отличаться. Это связано с тем, что крупные торговые сети работают напрямую с заграничными поставщиками, поэтому не платят посреднику. Я занимаюсь этим очень давно, я стараюсь держать цену на прежнем уровне. У меня никакого подорожания не будет. Как была роза от 10 до 25 гривен, так она останется. Как был тюльпан 10 гривен, так она останется. Несмотря на повышение цен, покупатели готовы раскошелиться на дорогой букет. Среди 10 опрошенных мужчин девятеро выбирают розы. Говорят, денег на подарок жалеть не нужно. Святой, как и бриллиантами торговаться, как бы смысла не имеет никакого. Если хочешь сделать подарок, нужно делать и все. Это праздник бывает раз в году, и я считаю, что можно позволить себе это. Всемирный день Святого Валентина наступит уже завтра. Основной наплыв покупателей продавцы ожидают сегодня вечером. Анна Прокудина, Роман Громняк, Кирилл Иванов, Панорама.